Викторовна, да. Коллеги, меня слышно? Слышно, но не видно. Ну вот буду сегодня так инкогнито, да? Только что проверяли с Татьяной Викторовной, все работало буквально за полчаса, видимо, из-за того, что народа очень много. Ну слышно, хорошо? Звук нужно регулировать? Так. Все, ну судя по вашим откликам, слышно меня хорошо. Ну фото мое вы видели, может быть к концу камера появится, не знаю в чем дело, все было хорошо в компьютере, я боюсь сейчас его трогать и перезагружать, поэтому давайте уже тогда без видео. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре по финансовой грамотности. В прошлый раз очень много запросов, было от коллег о том, чтобы рассмотреть именно финансовую грамотность в детском саду, да? То есть как реализовать программу. Благодарю вас всех, что вы сегодня нашли время и пришли, тем более, что сейчас как бы не совсем простое время, да, у нас, но мы не сдаемся, мы учимся и повышаем свой профессиональный уровень, ну и как бы наши знания. И сейчас очень важно, да, вы заметили, тема финансовой грамотности для всех, для нас. Почему? Потому что сейчас как раз-таки непредвиденная ситуация не только в России, но и в мире, поэтому стоит большой вопрос именно о финансовой подушке, о финансовой безопасности уже всех нас с вами. Ну и, соответственно, как бы вопрос о том, как нам учить наших детей, с какого возраста учить наших детей. Коллеги, у меня к вам будут пожелания. Если меня вдруг не слышно, ставьте минусики в чат. Можно так? Потому что мне как бы сложно ориентироваться первый раз. Я такой вебинар без камеры у меня получается. Хорошо, спасибо огромное. И еще у меня к вам будут пожелания, чтобы вы в течение нашего вебинара продумали и в чат именно во вкладку «Вопросы» написали, пожалуйста, пожелания по темам, связанным с финансовой грамотностью на будущие наши вебинары, ближайшие из которых уже запланированы на 24 апреля и примерно, насколько я знаю, на 19 мая. По вашим вопросам мне проще просто будет составлять тематику наших встреч. Потому что просто выходить с какой-то темой не совсем интересной, но как бы тоже неинтересно. Поэтому я очень рада буду, если вы откликнетесь и во вкладочке «Вопросы» в течение вебинара мне напишите, что вам еще будет интересно в рамках именно финансовой грамотности. Кратко о себе. Якова Николаевна, кандидат экономических наук, доцент. Опыт преподавания у меня учетных и финансовых дисциплин порядка 20, чуть-чуть там с хвостиком лет. Являюсь консультантом-методистом Центра финансовой грамотности. Имею ряд почетных грамот и благодарственных писем, в том числе и от Минхина нашего региона. Ну и почему я именно люблю тему финансовой грамотности для младших детей, может быть уже понятно. То есть у меня есть дочка, 7 лет. И в этом году мы отправляемся в первый класс. И именно финграмотность, вот как бы детский сад, теперь начальная школа, очень даже интересная тема для нас с дочкой. Тем более у нас есть уже опыт участия. Допустим, мы участвовали в конкурсе по финансовой грамотности в нашем регионе, проводил Минфин. И конкурс назывался «Финансовая сказка». Тоже как один из вариантов в рамках проекта «Дружи с финансами». И я очень рада была, что дочка так вот как-то не совсем неожиданно, потому что очень сильные участники были. Вот она заняла первое место за свою сказку. И это была ее первая, как бы вообще, победа. Ну, надеюсь, не последняя. Сегодня я хотела бы с вами обобщить наши знания и попробовать подискутировать на тему финансовой грамотности. Так, можно я еще один такой технический вопрос? Можно я буду делать какие-то небольшие перерывы? И тогда на вопросы буду отвечать. Презентацию всем видно на экране? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Не зависла от презентации. Спасибо. Спасибо большое. Итак, давайте попробуем обобщить, что же мы знаем о финансовой грамотности вообще в целом. И попробуем подискутировать именно на тему финансовой грамотности дошкольника. Как встраивать вот этот раздел в образовательную программу дошкольного учреждения. И насколько это важно в наше время. Ну, я уже говорила, да, что сейчас у нас самоизоляция, карантин практически по всему миру. Ну, я желаю вам здоровья и крепкого такого духа и оптимизма. Я думаю, что у нас все с вами будет хорошо. Но, тем не менее, о финансовой подушке, как бы задумался сейчас каждый, да, то есть, как может повлиять вот эта ситуация в мире и в России на нашу с вами финансовую безопасность. То есть, хватит ли у нас наших сбережений, потому что не все сейчас работают. Многие вынуждены сидеть на самоизоляции. Ну, тем не менее, работодатели пообещали сохранить, да, нам наши доходы. Банки пошли навстречу, то есть, рассматривают рассрочки и могут предоставить кредитные каникулы. И много-много других сейчас мер в области финансов будет приниматься. И вот у нас с вами вопрос, да, когда начинать учить наших детей именно перестраивать мышление, финансовое мышление. И все мы здесь сегодня, я так бегло глянула, собрались именно по этой теме, да, то есть, мы с вами можем дискутировать. Я, как бы, подготовила, ну, очень краткий такой презентацию уже, кто скачал, наверное, уже бегло просмотрели. Перечень нормативных документов, которыми, ну, как бы, должен руководствоваться дошкольный педагог, когда он подходит к теме финансовой грамотности. В первую очередь, это стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, которая была у нас принята в 2017 году. И к этой стратегии была разработана дорожная карта реализации стратегии. А также разработана дорожная карта мероприятий по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных организаций. И вот именно с этого момента, то есть с 2017 года, началось уже, как бы, такое очень активное внедрение программ финансовой грамотности в систему образования. И не только в школьное образование, в вузовское точно так же много-много курсов по финансовой грамотности для неэкономистов внедряется. И затрагивать стали тему внедрения финансовой грамотности в дошкольное образование. Это не новая тема, то есть она с 2000-х годов рассматривается. Кроме этого, чем еще руководствуется педагог? То есть мы сейчас по стратегии еще подробнее поговорим. То есть вы видите, что я вытащила приказ Минобра, то есть федеральный государственный стандарт в ГосДО. Дальше есть примерная образовательная программа дошкольного образования. Вы все с ним знакомы, да, то есть у каждого дошкольного учреждения такая программа утверждена. И вот именно в эту программу рекомендовано встраивать, можно отдельным, да, образовательным продуктом, можно внеучебным продуктом. Именно работу в педагогах по финансовой грамотности с детьми. И, наконец-таки, да, то есть после нескольких лет у нас есть с вами методические рекомендации. Они были в прошлом году разработаны, в апреле прошлого года. И висят, ссылочку не сбросила, да, я вам потом пришлю ссылочку. Висят они на портале Министерства просвещения, методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания школьников. И там, наконец-таки, обобщен весь опыт, мы сегодня поговорим об этом документе, и даны рекомендации, вплоть до того, как проводить занятия, какую тематику рассматривать, как встраивать эту программу, чтобы она соответствовала в ГОСК. То есть все в этом документе, в принципе, обширно прописано. Но давайте мы с вами начнем все-таки с определения. Что такое финансовая грамотность? Вот это определение, оно дано в стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, которая была разработана и принята в сентябре 2017 и действует на период с 2017 по 2023 год. И мы видим из этого определения, что это финансовое образование. И целью этого финансового образования, в конечном итоге, это достижение финансового благосостояния гражданина и в целом государства. То есть в целом, если у гражданина есть деньги, то есть если есть покупательная способность, значит экономика у государства работает. Вот сейчас как раз-таки у нас проблема, что может просесть наша покупательная способность из-за того, что простаивают предприятия, меньше выплат. И вот здесь у нас как бы могут быть, я надеюсь, что не очень большие проблемы, да, то есть что у всех финансовое здоровье будет тоже в порядке, как и физическое. Программы финансовой грамотности вообще актуальны стали и вовлечены в процесс, наша страна вовлечена в международный процесс. То есть сейчас финансовая грамотность это не только проблема нашей страны, как бы развитие финансовой грамотности, усиление, но и финансовая грамотность во всем мире. Почему так стало актуально? Вы сами, наверное, заметили, что сейчас очень сложные финансовые продукты, очень сложные налоговые взаимоотношения, то есть даже у физических лиц, да, то есть и всегда фраза незнание закона не освобождает от его выполнения, ну все органы ее используют, в том числе и налоговые органы. То есть поэтому очень важно быть финансово грамотным, финансово подкованным и знать все основные свои права, ну и соответственно обязанности, да, чтобы не было просрочек. Россия, вот по данным, если по анализу на конец 2018 года, если брать на мировом уровне, то по данным международной сети финансового образования, вот проходило исследование, Россия находилась на девятом месте в мире по финансовой грамотности населения. Так что у нас в финансовой грамотности не так уж все и плохо. С 2012 года мы включились активно, очень активно в эту программу, которую проводит Организация экономического сотрудничества и развития. У нас была создана в 2009 году, вот это именно международная сеть финансового образования. И в дальнейшем мы как бы собираемся, развиваем, да, наши продукты по финансовой грамотности. Сегодня я часть различных программ вам покажу, познакомлю, кто был на прошлом вебинаре. Там тоже было очень много ссылок, можете посмотреть прошлый вебинар на канале YouTube Директ Академии. Доступ там для всех будет. И давайте мы с вами просто кратко, да, посмотрим минимум, который должен уметь финансово грамотный человек. Просто бегло просмотрите и сами себе ответите на вопрос, все ли вы из этого перечня умеете и знаете. Да, то есть тут мы кратко с вами рассматривали. И вы в презентации потом можете вернуться к этому перечню. Я хочу перейти, ну вчера буквально, да, столкнулась, что на портале финансовая культура. Это портал, который создал и сопровождает, да, то есть поддерживает Банк России, то есть Центральный банк. Вот повесили такой тест. Ссылки активны в ваших презентациях. Ну, если у вас будет время и возможность, пройдите и к концу вебинара просто я спрошу, да, у кого, кто, сколько баллов набрал. Тест, как бы название шуточное, да, как не остаться в дураках. Но в реальности это тест по знанию нами всех схем финансовых мошенников. То есть тест достаточно серьезный. Ну, даже я в паре вопросов так засомневалась. Ну, вчера прошла. У меня было 10 из 10, да, там 10 вопросов. То есть очень важно самому преподавателю быть финансово грамотным. И об этом, я думаю, мы будем еще разговаривать на следующих встречах. То есть сейчас у нас такие методические вопросы. А обучающие вопросы по тематике уже, которые необходимо учить детей, у нас с вами будет, я думаю, еще будут встречи в следующих вебинарах. Итак, кроме этого, раз уж мы подходим к финансовой грамотности наших детей, то мне хотелось бы, не знаю, получится, нет сейчас на такое количество народа, но я все-таки рискну, да, попробовать запустить. Ну, такой небольшой вопрос, там у меня один вопросик. И вы по своему усмотрению выберите, пожалуйста, что вы считаете относится к финансовой грамотности дошкольника. Видно? Да, все пошло, да. Ответов может быть несколько. Не все знают, что такое именно возрастная, да, финансовая грамотность. Вот сейчас мы как раз будем общаться на эту тему. Так, ну. Давайте еще пару минуточек, да, вам немножко передохнуть. Ну да, можете в чате, кто если хочет. Угу. Итак, ну, практически все, да, то есть ответили почти верно. Останавливаю опрос. Ну, он был такой, как бы, для разминки. То есть, смотрите, давайте просто бегло пройдемся. Итак, финансовая грамотность дошкольника. Кто-то, кто-то, кто-то ответил, да, 12 человек ответили, что это знание основ работы финансовых компаний. Вот не соглашусь. Смотрите, сейчас у нас финансовая грамотность разбивается уже по уровням образования, да, и мы об этом сегодня будем говорить. И все-таки финансовые компании для, ну, и сестерой семилетних детей, но это еще достаточно сложно. Можно просто название, да, что они есть, эти компании. Но как они работают, я думаю, что еще достаточно сложно. Хотя дети у нас сейчас продвинутые, может быть, некоторые и нас еще получат. Но, тем не менее, как бы, из тех рекомендаций, которые звучат от Минпросвещения, от банков, у нас все-таки основное, да, это нравственные основы финансовой культуры, то, что мы, как бы, должны чему обучить наших детей, дошкольников. Так, это нестандартное мышление в области финансов. Ну, и, соответственно, третий вопрос, да, больше всего ответов на этот вопрос, это основы бережливости и рационального использования. Так, у вас видны результаты опроса? Можно плюсики поставить? Так, не видны. Хотя у меня галочка стоит, показывать результаты. Ладно, я тогда скрин сделаю, и вам потом выставлю хорошо скрины. Сейчас рисковать не буду ничего, демонстрировать стол. Вопрос не начат, потому что я уже отключила, видимо, опрос. Так, я скрин сделала, поэтому я думаю, что давайте мы с опросом. А вот этот тест вы можете потом из презентации зайти дома, и на этом портале, то есть информационно-просветительский ресурс, очень много материала для повышения финансовой грамотности именно нас с вами, да, то есть граждан. Кроме того, там есть очень много методических материалов, я дальше тоже ссылки привожу, по обучению детей. Итак, что такое финансовая грамотность дошкольников? Мы немножко, да, от нашего теста уже по частям разобрали. Смотрите, чтобы прийти и сформировать программу именно для дошкольников в 2018 году, в августе 2018 года, Банк России проводил социологическое исследование, и в нем участвовали и мы с вами. Я думаю, что вы тоже, может быть, вспомните, да, что были анкеты, это было анкетирование, нужно было зайти на портал и ответить на вопросы из анкеты. Анкетировали административно-управленческий персонал дошкольных образовательных учреждений, родителей и воспитателей, то есть педагогический персонал. И вот из всех, как бы, опрошенных было выявлено, что, в принципе, 85% респондентов положительно относятся к включению основ финансовой грамотности именно в дошкольные образовательные программы. И 75% респондентов определили, что именно начало обучения детей базовым основам экономики все-таки от 5 до 7 лет. И еще были вопросы. Это темы, которые необходимо изучать в дошкольном возрасте в этом социологическом опросе. Ну и мы видим темы, которые, в принципе, часть из этих тем легла в тематический план программы по финансовой грамотности. То есть наибольшее количество – это, конечно же, что такое деньги, то есть понятие денег, вида денег. Второе направление – это труд и товар. То есть как создается товар и как вот цепочка. То есть создал, продал, получил деньги. То есть это товарооборот. Кругооборот капитала, если вспомнить Адама Смита. Из чего складывается бюджет? То есть родители, да, это большая часть родителей поддерживали этот вопрос. То есть что ребенок должен знать, из чего складываются доходы и расходы семьи. Ну и часть вопросов была по защите прав потребителей, финансовому мошенничеству и по рекламе. То есть чтобы детей знакомили частично с этими темами. Ну вот защита прав потребителей и финансового мошенничества достаточно, конечно, сложная тема. Программу в чистом виде их не включили. Ну то есть в рекомендации, чтобы детям озвучили. Но тем не менее, дети сталкиваются, потому что дети у нас пользуются уже к семи годам, да, телефоном, интернетом, и они могут столкнуться и с этими вопросами. По вопросу, возможная форма обучения детей в социологическом исследовании были выделены, да, то есть вот они формы. Это сюжетно-ролевые игры, тематические занятия, экскурсии, интерактивные занятия. И если перейти к основам именно финансовой грамотности детского населения, то есть наших дошкольников, то, ну, какие здесь проблемы могут быть, да? Чаще всего проблемы, это недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям перевести правильные навыки детям по управлению финансовым. Ну и как бы сформировать такую позитивную установку на будущее, да, то есть чтобы дети как бы свободно могли в этом финансовом мире жить и принимать решения. Вторая проблема, с которой сталкиваются родители, это проблема, что дети не знают цену деньгам, не ценят и не берегут вещи, игрушки, требуют дорогих подарков. И вот когда включается в образовательную деятельность дошкольного учреждения, вот этот, ну, как бы, его нельзя назвать предметом, да, потому что он будет интегрирован вообще в жизнь, да, наших дошкольников, то есть во всю программу. Именно основы экономического воспитания, если и в саду, да, не только дома, но и в детском саду или в дошкольных других учреждениях будут, ну, в виде, там, кружков, в виде просто каких-то тематических занятий, в виде игр, театральных постановок и так далее, давать детям основы экономического воспитания, то это поможет и родителям в решении вот этой воспитательной задачи, то есть дети начнут ценить труд родителей, начнут ценить, как бы, свои вещи. И вот на вопрос, нужна ли финансовая грамотность дошкольникам, мы с вами уже ответили, да, то есть в 2018 году и на основе этого Банк России разработал свою программу, так называемую парциальную программу по экономическому воспитанию дошкольников, у меня там ссылочки все есть. А что же нам говорит ГосДО, да, то есть федеральным государственным стандартам дошкольного образования, он говорит о том, что у нас есть основные задачи, да, обучения основам финансовой грамотности, и они должны быть в соответствии с главной целью и результатом образования в целом, да, а в целом у нас образование, дошкольное образование. Какой цель преследует? Ну, я думаю, что в целом, да, это развитие личности ребенка. И когда мы говорим вот по поставленным задачам, которые просто в АВГОСе у нас, вы все знаете, я думаю, знакомы с АВГОСом ДО, то мы их финансовую грамотность как бы встраиваем в эти задачи. Ну, то есть если мы возьмем с вами первую задачу создания благоприятных условий развития детей, конечно же, она связана и с финансовой грамотностью тоже. То есть, но здесь мы должны очень строго ограничить перечень базовых финансово-экономических понятий, мы дальше об этом поговорим, чтобы помочь детям освоить вот эти самые простые понятия. И, соответственно, дети, это дети, то есть они все познают в игре. Даже взрослым обучаться проще в игровой обстановке, да, то есть если вам сейчас раздавать бейджеты за прохождение опросов и так далее, я думаю, что у вас интерес повысится. А дети, это, ну, напрямую, то есть малые группы, игра, какие-то там сказки, маленькие ситуационные задачки и так далее. А если мы пройдемся по второй задаче, то есть у нас объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс, здесь как бы финансовую грамотность привязать тоже можно, потому что мир личных и семейных финансов наиболее эффективно позволяет школьнику осваивать все ценности в социуме, да, то есть те правила, нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. И ребенок, он начинает понимать, что его интересы и потребности, ну, не всегда могут быть реализованы, да, потому что у всех семей разный финансовый достаток, разное количество финансовых средств. И до ребенка нужно донести, да, что не должны быть его интересы превыше, да, то есть всех задач, которые есть в семье. Особое место в познании ребенком социального мира у нас занимает наблюдение и общение. И это тоже социализация личности. И, ну, у нас сейчас повсеместно, да, мы уже об этом говорили, в школах Российской Федерации внедряются программы финансовой грамотности, обучение финансовой грамотности, начиная с начального класса. Встраиваются эти программы в школах, я уже на прошлом вебинаре говорила, тоже не отдельной программы, а в различные разделами, в различные дисциплины. И поэтому, как бы, когда мы строим программу дошкольного образовательного учреждения, нужно ориентироваться и на то, что будут изучать дети, когда пойдут в начальную школу. Ну, то есть, как бы, у нас должна быть преемственность этих программ при переходе ребенка из сада в школу, в начальную школу. Поэтому не надо в детском саду нагружать всеми терминами, которые и знаниями. Поэтому мы остановимся только на некоторых. давайте дальше. Итак, смотрите, какие есть и уже много лет, в принципе, реализуются, да, используются в практике дошкольных образовательных учреждений, какие программы по финансовой грамотности. Ну, я попыталась выбрать несколько. Эти программы были из анализа, да, перед тем, как разработать методические рекомендации, Минпросвещение, проводил анализ, проводил мониторинг, какие программы, какие детские сады, по каким программам работают, какие кружки у них есть и так далее. И вот здесь этот перечень, он у вас в презентации будет. Я думаю, что многие уже знакомы с частью из этих программ, потому что, в принципе, если вы в поисковике, я не стала здесь загромождать ресурсами, то есть ссылками, если вы в поисковике набираете вот это название, то, в принципе, вас сразу приведет на эти странички. На что бы здесь обратила внимание? То есть у нас очень развит опыт Калининграда, мы на прошлом вебинаре об этом говорили. У нас есть здесь, вот посмотрите, под пунктом 25 Банк России, примерная парциальная образовательная программа, но дальше я на нее там ссылочку даю. У нас есть интересная методичка, да, и она даже взята за основу Минпросвещением, и в метод-рекомендациях Минпросвещения есть ссылки на эту методичку. Это вот 26-й пункт, это методические рекомендации для воспитателя по финансовой грамотности. И обратите еще здесь внимание на предыдущей страничке, но я там потом еще. Это вот книга «Тропинка в экономику», это тоже программа, программа для детского сада с рекомендациями, с занятиями, с играми. Здесь прямо очень подробно все расписано. Кроме этого, есть программа 7, да, вот проект Афлатон, социальное и финансовое образование детей. Это тоже программа для, ну, прямо в таком полном виде, программа финансовой грамотности, которая реализуется во многих детских садах. Многие детские сады пошли по пути внеурочные, да, то есть в виде кружков, факультативов, проведения уроков по финансовой грамотности. А вот у меня ссылочка есть, смотрите, я тут два раза повторяла. Вот 24 пункт, а вот она, рабочая программа дополнительного образования Афлатон. Многолетняя программа, причем это международная программа с поддержкой ООН. В Индии очень развита эта программа, используется. Ну, я думаю, по этой ссылочке вы ознакомитесь. Какие же базовые понятия мы должны разобрать с детьми, дошкольниками? И в метод-рекомендациях разделили все-таки на две категории, то есть это средняя группа до 5-6 лет и старшая группа до 6-7 лет. В первую очередь, обратите внимание, то есть у нас труд, работы, профессии, продукт. Во вторую очередь, уже идут потом деньги. То есть сначала нам нужно создать что-то и дать понятие детям. Ну, естественно, совместно работать нужно совместно с родителями, потому что все-таки финансовая грамотность это совместный труд дошкольного педагога и родителя. Поэтому можно какие-то тематические занятия проводить и с родителями. Может быть, вот у нас в вебинаре мы заявляли диагностические инструменты, да, мы проводить какое-то анкетирование родителей, что они рассказывают детям, попытаться выяснить, да, в каких семьях, на каком уровне что рассказывают. И уже на основании этой диагностики преподаватель дошкольного учреждения может... Так, звук у всех пропал? Поставьте плюсики или минусики, если вы меня не слышите. Спасибо. Значит, не у всех. Я уже испугалась. радостные плюсики. Здорово. Итак, смотрите, если вы хотите вот для своей группы, да, то есть, если вы педагог дошкольников, и у вас есть группа в детском саду, и вы хотите вот прямо провести что-то нужное, то, ну, как бы я поступила, я бы все-таки провела диагностику, да, диагностику сначала детей, ну, так, в каком-нибудь такой игровой форме, что они знают, что такое труд, какие виды профессии они знают, а что такое товар, что такое услуга, знают ли они это отличие и так далее, и, возможно, на каком-то из родительских собраний тоже такую кратенькую анкетку бы запустила, что они рассказывают детям, можно просто безликую, да, то есть, анонимную анкету, там, не обязательно фамилии знать, а просто такой собрать диагностический, как бы, для себя базу и разработать план работы со своей группой, вот в этих понятиях, то есть, на чем остановиться и что было бы более интересно, ну и, соответственно, вот по понятиям, что такое деньги, что такое личный бюджет, доходы, расходы, есть ли у детей карманные деньги, из какого возраста они все-таки начинаются, эти карманные деньги, знают ли дети, как, есть ли у них копилки, там, кошельки, что такое сбережение этих денег, ну и, соответственно, уже, как бы, дети, там, с 4-х, с 3-х лет, 5-х уже прям, очень им нравится играть в магазин, да, то есть, вот этот вот процесс обмена, но многие дети, даже в 5-6 лет, они не знают такие понятия, как долг, должник, взаим, вообще, что это такое и чем это может быть, серьезно, но, то есть, чем это грозит, то есть, вот, тем более, дети не знают понятия налогов и так далее, но вы видите, что мне тут рекомендации, это я иду по балкону и тут рекомендациям, они здесь эти понятия не рассматривают, для дошкольников 6-7 лет, посмотрите, ну, чуть-чуть, как бы, расширяются понятия, то есть, во-первых, уже знакомые три бенга, что же такое план, да, то есть, доходы, расходы, как их запланировать и что такое экономия, дальше, обязательно, да, вот это даже я бы все-таки и в пять лет спустила, то есть, что такое потребность ребенка, что такое его капризы, желания и возможность эти капризы удовлетворить, да, то есть, это все часто упирается именно в финансовые ресурсы, поэтому здесь, как бы, ну, тоже это совместно с семьей, вот этот вопрос, даже лучше прорабатывать, прорабатывать, то есть, ну, в какой-то, может, шуточной, там, игре, форме, ну, как бы, рассказ, сказка и так далее, но вот эти вопросы обязательно должны быть проработаны, ну, и уже более серьезно, это торговые предприятия, да, то есть, часто здесь дети просто, вот, ярмарка поделок, ярмарка, там, еще чего-то, да, то есть, это очень интересное занятие, и дети очень увлекаются такими занятиями, говорю на примере дочки, да, то есть, мы тут все покупаем поделки и так далее, иногда, да, нам было интересно, ну, лет в шесть это было интересно, прям, очень актуально, и ребенок обязательно должен знакомиться с такими терминами, как подарок, реклама, почему? Потому что реклама сейчас практически везде, да, и если ребенок смотрит телевизор, он сталкивается с рекламой, если ребенок, ну, не знаю, там, в интернете, ютуб-канал, даже детский, он с какой-то рекламой все равно сталкивается, и он должен понимать, что это такое, не просто хочу, да, дайте мне, вот я увидел, дайте мне, он должен понимать, как действует эта реклама, и тогда, в будущем, это как раз-таки, вот и есть залог, грамотного, потребительского поведения, то есть, вот сейчас у нас, вот этот кризис, который у нас, идет, и он все-таки будет, он нам дает переоценку ценностей, переоценку нас со стороны взрослых, да, нашего потребительского поведения, именно перевод его в более разумное такое русло, разумного потребления, ну, и соответственно, ребенок знакомится обязательно уже к школе понятиями богатства, бедной, жадной, щедрость, ну, то есть, вот это все ребенку нужно знать, и он должен знать ценность того, что нельзя купить за деньги, друзья, солнце, близкие люди, здоровье, этих близких людей, ни за какие деньги купить, в принципе, нельзя, ну, то есть, вот эти ценности, ребенок выносит именно уже, когда идет в школу, то есть, из детского сада, ну, и давайте кратко, да, пройдемся, я просто не знаю, мы по времени сильно ограничены, кратко пройдемся по примерным тематическим планам обучения, ну, вот из того перечня, который я вам, там, 25 пунктов программ есть, вы, в принципе, сами потом, если будете просматривать, и у кого-то потребность именно разработать программу, то вы увидите, что все тематические планы, и это по понятиям было видно, вот по экономическим, они примерно будут одинаковы, ну, вот самая расширенная рассмотрена в образовательной программе АЗ финансовой культуры дошкольников, вот было переиздание в 2019 году, то есть, здесь 7 тем рассматривают авторы, ну, и мы их, в принципе, уже с вами все просмотрели, да, что такое труд, деньги, обмен, разумная, вот здесь идет тема 4, видите, разумно сберегаем экономию, она у некоторых авторов будет называться по-разному, а вот учимся занимать и отдавать долги, и планировать, вот здесь, как бы, пятая, шестая тема, то есть, вот эта программа более расширенная программа, а есть более краткая программа, вот, стропинка в экономику, где рассматриваются 4 темы, но здесь рассматривается, видите, третья тема, реклама, которая не была в предыдущих, то есть, метод рекомендации, они дают вот такую, вот по этой, как бы, по этому источнику рекомендацию, именно из 7 тем, из 7 тем, но, они ограничивают использование педагогами различных других источников, то есть, педагог может выбрать сам, как встраивать и какую программу, то есть, авторскую программу по обучению финансовой грамотности или по освоению, там, экономической, экономических основ, и я взяла здесь еще, вот, мы с вами о ней уже говорили, это программа Банка России, экономическое воспитание дошкольников, если вы зайдете на эту ссылку, вы увидите программу, но, вот на этом финкультуре разделали методические рекомендации, там, кроме этой программы, есть еще методические рекомендации и различные пособия для дошкольников, потому что ни на одном другом портале, ни на Минфине, я не встречала, ни, допустим, там, по центрам финансовой грамотности, вот метод рекомендации, некоторые садики взяли за основу именно вот эту парциальную программу, парциальную программу, то есть углубленную, программу, и мы видим здесь, смотрите, видите, труд и продукт, да, деньги, реклама, ну, и полезные экономические навыки и привычки в быту, то есть тоже 4 темы, сокращенно, и весь материал, и игры, и методические рекомендации здесь тоже есть, можно посмотреть, как в принципе и вот во всех этих источниках, то есть вот это, это полноценные программы обучения, да, то есть планы обучения с рекомендациями, занятиями, играми, и вот в этой программе тоже это есть, если вы откроете, вы это все найдете, если вы откроете сами метод рекомендации, то там тоже вы найдете все рекомендации, да, звук только у всех, я даже сама себя не вижу на компьютере поэтому сегодня инкогнито а фото я не успела поставить как-то не подумала и так образовательной области да то есть и как нам с вами разрабатывать то есть что мы должны разработать нашей программе чтобы она соответствовала в гос вы это знаете лучше менять да то есть когда мы говорим о когда мы говорим с вами о том что нам необходимо соответствие наших программ именно федеральному стандарту то мы естественно поднимаем федеральный стандарт и смотрим какие образовательные области мы должны затрагивать да то есть это и социально-коммуникативное развитие познавательное речевого физическое развитие но с физической точки зрения не знаю можно конечно там какие-нибудь финансовые догонялки да но здесь как бы меньше всего но все вот первые четыре принципе финансовой грамотностью мы можем охватить ну например да то есть у нас с вами практические занятия по программе экономического развития при изучении основ финансовой грамотности то что у нас мы можем с вами это позитивные установки к различным видам труда и творчества уважительно отношения к своей семье целом к обществу и там взрослым и так далее то есть как бы здесь создаем возможности для обучения приемом именно безопасного рационального поведения и на примере чего да то есть мы можем на примере сказок рассказов и как бы демонстрировать ошибочное поведение героев подчеркивать три героя вели себя правильно то здесь разные можно использовать технологии по нашим видам деятельности ну вот познавательное развитие да то есть мы включаем финансовую социальную сферу предполагаем что развитие интересов детей воображения творчества активности ну и так далее мы их можем здесь увлечь объектами окружающего мира форма цвета размер данных здесь вот деньги разных видов разные виды предприятий так далее то здесь надо знать достаточно у нас простор с вами речевое развитие ну и что у нас обогащается слова да то есть слова терминов и мы уже с вами в принципе как бы проговорили эти все термины и знакомым с этими терминами тоже да то есть мы можем в литературе как понимают дети эти термины и так далее ну и художественно эстетическое здесь можно даже на примере разных сказок разных героев я вот на предыдущем уже упоминала да то есть сказка о папе и его работники балде просто анали анализ этой сказки провести и почему работник пошел задешево работать к папу да то есть разобрать но это уже в более старшей группе можно анализ рассказать проводить технологии экономического воспитания дошкольников вот как раз таки все эти виды технологии мы с вами можем использовать игры и беседы и чтения экскурсии наблюдения проектную деятельность и задачки и мастерские викторины конкурсы и театральные постановки то есть вот весь максимум все что можно можно задействовать ну и как бы кратко да то есть например а что мы можем задействовать у нас на самом деле очень большая как бы если вы откроете метод рекомендации я не стала из метод рекомендации брать там на последней странице будет список литературы и сказок игр видеофильмов и так далее порядка там 100 источников поэтому я думаю что как бы не тот рекомендации они уже назрели назрела их издание ну и вот они с прошлого года с апреля месяца они висят на сайте мин просвещения именно источников методически методических рекомендаций для дошкольных для детских садов здесь говоря об этих источниках да то есть технологиях обучению главное просто самому знать да как лучше встроить разные технологии в жизнь скажем так у группы а то есть если мы говорим о воспитании иногда и мультфильм можно посмотреть это очень много сейчас различных мультипликационных фильмов иногда какой-то тематический рисунок сделать ну вот например там есть конкурсы рисунков до полу к финансовым сказкам так далее сказку даже сделать очень много проектов можно придумать квесты театральной постановки и так далее даже здесь уже тоже подсказываете да это интересно так и здесь мы такая небольшая подборка книг их на самом деле очень много сейчас книг по финансовой грамотности но самое главное что мы должны помнить что не надо охвать охватывать охватывать не не необъятное то есть нам нужно остановиться на основных таких выводов чему мы должны научить детей в нашей программе по финансовой грамотности для дошкольников мы с вами можем вернуться да то есть на эту эту программу ты еще раз да то есть чему мы можем обучить детей вот этот минимум да что у нас должны дети знать и он должен быть подстроен под те возрастные категории с которыми мы работаем и использовать с ними те технологии которые принесут скажем так наибольший эффект именно с точки зрения их возраста я думаю здесь как бы сложности не возникнет по времени я думаю у нас уже ограничения поэтому я заканчиваю благодарю вас всех за внимание и жду вашего вопроса есть вопросы но вопросы давайте я вам сейчас ссылочку пришлю не тут рекомендация по поводу критерия в оценке на вот здесь вопрос сразу критерии какие критерии так что все давайте с первых вопросов ночную так это технические были вопросы технически как выработать финансовую грамотность у детей дошкольного возраста но вот играя с ними до отвечая на вопросы работа играя в профессии играя там не знаю в огненный то есть в магазин и купли-продажи проводя какие-то там беседы тесты игры постановки и так далее но вот очень много источников я на прошлом вебинаре сбрасывала давала на этом кажется я оставила эту страничку на эти источники там можно любую сказку разыграть да то есть на финансовую тему и потом спустя какое-то время просто вот спрашивать но еще раз повторюсь что лучше работать совместно с семьей да то есть лучше как бы проверять насколько ваш ваши занятия до игры доходят до семьи и семья с вами взаимодействует потому что без семьи выработать финансовую грамотность у детей дошкольного возраста но очень будет сложно почему потому что установки идут и самое главное все-таки семьи поэтому здесь как бы совместно с семьей я уже об этом говорила что лучше на родительских может быть собраниях и так далее ну как бы такую диагностику вашей группы провести то есть какие беседы ведутся в семье что нужно может быть подсказать семье сбросить ссылки на ресурсы и так далее сегодня если вы изучите презентацию ресурсов очень много поэтому как бы это такой слишком общий вопрос иду дальше по вопросам курс для тьютеров это наверное больше к татьяне виктором не да вопрос если у вас курс для тьютеров так как организовать тематический контроль по данной теме смотрите ссылаться можно опять-таки на вот эти программы которые я типовые программы там 33 типовые программы которые я привела и у них там есть допустим вот сейчас я вернусь тропинка в экономику там есть такие диагностические как бы вопросы и и попытки присудить баллы да то есть от одного до трех баллов с какими-то выводами ну можно в принципе наша того ссылаться и и списке метод литературы метод рекомендации тоже привели здесь как бы достаточно большая большая большой список литературы поэтому можно ссылаться на этих авторов которых вы увидите метод рекомендациях так теперь как мне поделиться ссылкой данными тот рекомендации давайте я вам в общий чат сброшу ссылочку где эти метод рекомендации рассмотреть потому что презентации я их не сбросила и вот я если вы откроете этот документ да он висит и вас дожидается еще с апреля прошлого года то вы там на многие свои вопросы получите ответы так иду дальше презентация она доступна по майлам я не знаю но 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 вряд ли рассылается кристина витальевна но презентация доступна сейчас кабинете вы можете и скачать фундаментальную часть и декларативно ну здесь да мы же не говорим что мы обязаны обучить и тем более смотрите метод рекомендациях во всех минпросвещения говорит что не надо насильно обучать именно финансовой грамотой мести нужно с детьми играть нужно их развивать да то есть нужно им просто расширять их кругозор расширять их словарный запас расширять их памятийный запас ну то есть вот как бы в таком в игровом виде очень много игр сейчас есть по экономике по финансам по финансовой грамотности причем бесплатных на ресурсах вот на той же финкультуре есть и так далее вот те ссылки которые я вам давала возможно вот давайте еще раз вот эту дам не помню давала нет в калининграде очень сильная школа они работают так сейчас сбросу мне кажется в презентации где-то у меня эта ссылочка тоже должна быть посмотрите вот таком виде там прямо очень много материалов так сейчас еще возвращаются вопросики способами мы говорим о детях да то есть мы говорим о том что финансовая грамотность дошкольном учреждении это прежде всего привитие нравственных основ финансовой культуры да то есть и видите уважение к труду понятия труда понятие что деньги они не достаются просто так их нужно заработать и на уважение детей вот к труду в деньгам да то есть ценность денег поэтому вот то о чем вы говорите галина николаевна сложный интегра интегративный феномен понятно что в области финансов обучаются ну как бы финансисты да вот в таком глобальном понятии а мы с вами на уровне финансовой грамотности ну говорим об обычных человеческих ценностей то есть все мы получаем доходы доходы могут быть двух видов да если мы их можем заработать виде заработной оплаты либо создать сами доход если мы предприниматели ну или самозанятые сейчас у нас есть такой то что вторая категория разрешили добыть самозанятыми и мы можем создать доход то есть мы можем даже имея заработную плату даже имея небольшую заработную плату мы можем делать накопление Вот мне как раз так интересно общаться, то есть педагог, чтобы сам прививал основы финансовой грамотности, он прежде всего должен быть сам финансово грамотным, да, то есть он должен уметь управлять своими доходами, расходами, уметь составлять свой бюджет, сам понимать, да, то есть из чего это складывается, знать, как можно накопить, знать о основных инструментах инвестирования и так далее. И тогда, когда вы владеете этими инструментами, переложить их на простой такой язык для детей, будет намного проще и подстроить любую программу. Поэтому я вам и сбросила тест, помните в самом начале, тест на сайт финансовой культуры, кто-нибудь проходил, нет? Или все в вебинаре присутствовали, 100%? То есть попробуйте потом пройти, там все ссылки активны в презентации, вот этот тест, именно, ну как бы он сразу дает срез, насколько вы в этой культуре финансовой грамотности сами, да, то есть сильны, скажем так. И там тест очень полезный, именно потому что он связан с финансовым мошенничеством, с точки зрения, как себя обезопасить. Так, и финансовым мошенничеством я рекомендую самостоятельно, я сейчас очень много материала, в том числе вот просто почитайте на том же сайте финкультуры, который я вам сбросила. Так, результаты опроса, а я вот не знаю, как его теперь вставить, да, сейчас я скрин открою, результаты опроса, сейчас я его, знаете как, я сейчас его пробую, на вордовский файл. То есть я рекомендую самим воспитателям повышать свою финансовую грамотность, это вам очень пригодится. Так, файл, сейчас сохранить, как, сейчас я вам вывешу его, это наш опрос, будет так. Сейчас, секундочку, я попытаюсь вам подвесить в кабинет, если в кабинет наш потянет, там добавить, и сюда. Добавлю сейчас файл, так, рабочий стол, окружаю, я думаю, что он появится. Сейчас, как только загрузится, он там маленький документ, я думаю, что он вам будет доступен. Это результаты нашего опроса вот по тесту, да, что такое финансовая грамотность дошкольников. Вот, посмотрите, пожалуйста, если вы хотите по детским садам, то есть аналитический отчет Минпросвещения, сейчас ссылку вам прям так не дам, вот там как раз таки, перед тем, как рекомендовать, да, и разработать вот эти методы рекомендации, они изучили практику многих детских садов, которые много лет уже работали по программам финансовой грамотности. В том числе, вот по этим программам, смотрите, сейчас вернемся мы на первую страничку. Вот, вот это с первой по пятнадцатую, это программы, которые внедрялись с 2012 года по 2017. Вот, дальше уже более новые программы, ну и то вы видите, видите, 15-й, 14-й год, то есть вот это все, это все практические программы, по которым работали детские сады. Так, есть вопросы, на которые я вот прям не смогу ответить, Елизавета Николаевна, я не смогу сейчас вам прямо ответить на этот вопрос, я вопросы все себе выпишу, ну хотите, у меня там на последней страничке мои контакты, могу вот ответить на почту, если пришлете. Так, обзор наполнения лейтбуков по финансовой грамотности, это было у нас на первом семинаре, на прошлом вебинаре. Так, я в этот вебинар не очень-то включала. Так, очень хорошо формируют просюжетно-ролевые игры, магазин, супермаркет, да-да, согласна. Таких игр достаточно много, а для более старшего возраста потом уже можно подключать монополию. Как быть, если ребенку 7 лет не дают карманных денег? А я тоже дочери не очень даю карманные деньги, вот не знаю, какой-то я тоже консерватор в этом плане. То есть, если ей что-то хочется, мы покупаем. Ну и, по крайней мере, мы как бы советуемся, да, что ей нужно и что нужно купить в детском саду. Но мы не пошли просто в школу, мы пойдем осенью в школу. В школу, естественно, наверное, деньги уже все-таки будет, стоит давать. Так, без опыта работы, эффективно использовать драматизацию театральной деятельности старых сказок на новый экономический лад. Да, это очень много сейчас конкурсов про эти сказки. И ту же муху-цикотуху переделывала, да, и Федорина горе, и очень много всяких разных, там, вплоть до колобка, под финансовую тематику и пытаются разъяснить детям, вот на этом примере, как вообще, какие финансовые отношения у этих героев есть. Так, я обещала ссылку на что, я ее сбросила. Ссылку на метод рекомендации сбросила. Да, вот кто-то уже подсказывает. Я в общем чате просто ее сбросила. Так. Наш сад в девятнадцатом году занял первое место в Москве по номинации «Лучший видеоролик о пиджейке в стихах». Здорово, поздравляю ваш сад. Потому что вот в нашем регионе детские сады еще не настолько активны, да. Хотя отдельные воспитанники все-таки активничают отдельно в разных конкурсах региональных. А вот Гульнара Рафисовна, не могу сейчас вам этого подсказать, потому что я для детей ОВЗ дошкольников программу не находила. Но для детей ОВЗ школьников программа есть. На прошлом вебинаре я говорила о Центре финансовой грамотности высшей школы экономики. Сейчас ссылку так быстро не найду, потому что у меня ее сейчас нету под рукой. Вот посмотрите на сайте Центра финансовой грамотности высшей школы экономики. У них есть программа для детей ОВЗ, но не дошкольников точно, а школьников. В принципе, вопросы ответила. Есть еще вопросы? Пожалуйста, я тоже рада, что как бы вебинар более такой... Я люблю больше прикладной характер, то есть в теории не очень люблю. Работать люблю больше такую сразу практику, которую вот бери и иди работай. Спасибо огромное, коллеги. Да, то, что пришли. И напишите, пожалуйста, какие у вас пожелания, если есть, на будущие вебинары. Вот все-таки не услышала. Потому что у меня в планах, допустим, рассмотреть отдельно по каждому разделу, да, то есть по каждой теме рассмотреть отдельно тематики вебинаров. Будет ли это интересно? Скажите, пожалуйста. То есть, если мы возьмем, ну, допустим, вот по каким-то темам, ну, что такое деньги, да, и рассмотрим более подробно, что можно вот сюда в эту тему применять по разным технологиям обучения дошкольников. Будут интересны такие темы? Так, хорошо, тогда пожелания организации работы с родителями. Хорошо, мне тогда чат выгрузят. Я еще изучу более внимательно, потому что очень много разных вопросов. Да, с каждой темой, я думаю, было бы интересно познакомиться как бы из теории с самим воспитателем, правильно? И с точки зрения сегодняшних. Спасибо всем огромное. Всего доброго. И рада буду вас видеть на следующих вебинарах. Спасибо. Для преподавателей вузов у вас не экономические, да? Это к организаторам, потому что мне сказали, что здесь больше аудитория именно дошкольная. Все запросы оставляйте, и мы тематику продумаем вебинаров.